Витаю всех! Это правозащитный подкаст «Весна Приде», с вами Катерина, и сегодня мы будем говорить о том, как можно привлечь к ответственности белорусских силовиков в виновных в пытках и бесчеловечном отношении к белорусам. А еще расскажем про то, как очень похожую историю удалось довести до суда в другом государстве, а точнее, как двух сирийских силовиков осудили за пытки по отношению к своим протестующим гражданам. Это тот момент, где Беларусь и Сирия очень похожи. Нам, белорусам, которые не могут добиться правосудия внутри своей страны, поскольку суды с силовиками заодно, эта тема будет интересна и полезна. И запаситесь терпением, сегодняшний выпуск длинный и сложный, но правосудие длится еще дольше. И чтобы разобраться в теме, я поговорила с Ярославной Соченковой, она юристка и эксперт в области международного уголовного права. Послушаем, что у нас получилось. И познакомимся с ними. Правильно ли так говорить, что ты посвятила свою жизнь и профессиональную деятельность вопросу пыток? То есть ты занимаешься все время пытками? Не все время, но это одно из тех преступлений, с которыми я работаю. Я работаю, в принципе, с международными преступлениями. И сюда относятся кроме пыток и преступления против человечности, военные преступления, геноцид. И в основном после окончания учебы я работала по международным преступлениям, которые были совершены, например, в Сирии или в ряде других стран. В основном преступления против человечности или военные преступления и пытки оказались одним из фокусов моей работы. Как с этим живется? Но все равно ты тот человек, который каждый день занимается пытками. Живется хорошо, потому что даже в тяжелые времена источник мотивации не иссякает, потому что это такая энергия, когда ты работаешь с этой информацией. Мне кажется, как-то трудно оставаться безразличным. И я считаю себя, так скажем, человеком, у которого какая-то серьезная политическая позиция. И мне эта работа важна. И, так скажем, из каких-то даже личных интересов эта работа для меня, так скажем, она приносит мне самовыражение моей именно политической и общественной позиции. Поэтому пока я еще не была дня, чтобы я как-то пожалела о том, что я этим занимаюсь. Давай еще упомянем о том, что ты живешь в Берлине. Как давно ты живешь в Берлине? И это связано с твоей деятельностью, потому что нужно жить в Германии, чтобы заниматься пытками. Нет, на самом деле я переехала в Германию ради учебы. Произошло это уже более 12 лет назад. И жила я с тех пор, на самом деле, в разных странах и работала в разных организациях. И в последние 5-6 лет я была, жила в Берлине и работала, например, с Европейским центром по правам человека и гражданским правам. Это такая НКО в Берлине, которая занимается международными преступлениями. На данный момент я консультирую разные организации. И, в принципе, неважно, где бы я находилась, но так случилось, что я сейчас осталась в Берлине. И вот пытки — это то, с чем столкнулись белорусы массово, к сожалению, в августе 2020 года, с 9 по 12, 13 августа, когда многие, если говорить о Минске, сидели на Окрестино, после чего Окрестино стало очень знаменитым местом. Хотя пытки там были и до августа 2020, но не так массово. И были митинги, особенно 16 августа по этому поводу. Очень много там было плакатов таких творческих на этих митингах, среди которых очень часто обыгрывалась как бы личность Лукашенко, его имя, и город Гага в Нидерландах. И там были всякие веселые, там с нарисованными гусями, которые кричат Гага, потому что там находится международный трибунал, как говорят в народе. Это веселый, ну и такой показательный плакат, но на самом деле он не совсем точный, потому что Лукашенко не смогут судить и вообще белорусов, белорусских силовиков, еще граждан Беларуси, не смогут судить в Гаге, потому что Беларусь не подписала римский статут Международного уголовного суда, который, кстати, находится в Гаге. Вот откуда это все берется, но это Беларуси недоступно. Недоступно также Европейский суд по правам человека. Хоть Европейский суд является довольно действенной структурой, но, к сожалению, Беларусь не в Совете Европы, и часто правозащитники, правозащитники весны говорят, что препятствует к этому, например, наличие смертной казни в Беларуси. И этот вопрос, кстати, актуализировался в последнее время, когда вводятся законы за намерение совершить терроризм, в общем, против рейковых партизан, что связано уже с контекстом войны в Украине. Но, тем не менее, Беларусь не в Совете Европы, поэтому ЕСПЧ для нее закрыт. Это к вопросу о том, что белорусы не смогли обжаловать и завести уголовные дела на силовиков, на ОМОНовцев, которые их пытали на национальном уровне, что может сделать человек обращаться на международный уровень. А на самом деле на международном уровне для белорусов все тоже мало что доступно, как мы сейчас рассказали. Но, тем не менее, что-то доступно, и то, что является доступным, это универсальная юрисдикция. И, кстати, хочу отметить, что правозащитник и наместник старшини, заместитель руководителя, если по-русски, правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, он очень явно и с энтузиазмом продвигал этот момент универсальной юрисдикции. Я, признаюсь, в августе 2020-го слабо понимала вообще, что это и как нам это поможет. Но, тем не менее, это единственный вариант, как можно расследовать пытки в Беларуси белорусам для белорусов и привлечь виновных. Да, на данный момент, к сожалению, это одна из тех редких опций, если не одна, единственная опция, как как раз-таки ты правильно сказала, не международный уголовный суд не может привлечь виновных, европейский суд не может сказать, что Беларусь должна расследовать пытки. Но, учитывая, что пытки — это такое серьёзное преступление, в принципе, в международном сообществе существует этот вот концепт универсальной юрисдикции, который позволяет избежать беззакония. То есть, с таким принципом универсальной юрисдикции государства могут расследовать и преследовать преступления вне зависимости от того, где они были совершены, кем они были совершены и против кого они были совершены. Но только в случае, если само государство не расследует. То есть, где это само государство, где это произошло, отказывается или не хочет расследовать эти преступления. То есть, таким образом, каждое государство в теории имеет право расследовать пытки, так как это преступление такой тяжести, что оно затрагивает всё международное сообщество. То есть, это такой негласный принцип в международном праве, что пытки подлежат абсолютному запрету, и государства должны их расследовать. И, несмотря на то, что этот концепт звучит так здорово, он ещё не так сильно популярен и использован в международном сообществе. Например, в европейских странах есть государства, где универсальная юрисдикция признана законами, то есть, это адаптировано законами. Например, Германия. В Германии есть специальный кодекс против международных преступлений, и он позволяет органам прокуратуры Германии расследовать преступления, даже если они совершены негражданам Германии, вне Германии, против негражданина Германии. Как, например, мы видели в судебных разбирательствах против граждан Сирии по поводу преступлений, которые они совершили в Сирии. И есть подобные государства, например, Норвегия, Швеция также позволяют использование такого принципа универсальной юрисдикции. Литва также имеет хорошую правовую основу для универсальной юрисдикции. Другие государства, например, Франция, их законодательство предусматривает, чтобы пострадавший от этого международного преступления был гражданином Франции, либо же сам человек, который совершил этого преступления, был гражданином Франции. То есть это только в Европе. В принципе, концепт на самом деле существует и в других государствах. Например, Аргентина является одним из государств вне Евросоюза, и они этим принципом также пользуются и заводят время от времени интересные дела по универсальной юрисдикции. Но, возвращаясь обратно-таки к контексту Беларуси, конечно, здесь мы смотрим в первую очередь на европейские государства, потому что это те государства, в которые люди бежали от преследований и бежали, в первую очередь, пострадавшие от пыток. И эти люди являются, переводя это в юридический язык, потенциальными свидетелями, и их показания могут стать потенциальными доказательствами. То есть здесь мы видим четкую ответственность европейских государств в преследовании пыток, которые были совершены в Беларуси, учитывая, что на их территории находятся пострадавшие. А зачем все-таки другому государству? Например, мы сейчас будем говорить об очень интересном кейсе, как в Германии расследовались пытки в Сирии. То есть они случились в Сирии, но Германия их расследовала. Зачем какому-то другому государству это делать? Это случилось в другом государстве, можем посочувствовать. Но для чего тратить собственные ресурсы и деньги на оплаты судей и прокуроров, чтобы расследовать то, что далеко в другой стране, хоть в своей стране, но тоже есть работа? Да, действительно, это стоит больших ресурсов для государства, некоторые такого рода судебные разбирательства длятся годами, в то время как расследования могут длиться десятилетиями иногда. То есть это действительно большие ресурсы. Но тем не менее, это своего рода чувство ответственности международного сообщества, которое, так скажем, государство, следуя этому чувству ответственности, расследует пытки, чтобы они в будущем, так скажем, не совершались. Но это, конечно, это в теории. То есть на практике мы видим немного другое развитие, мы видим своего рода и двойные стандарты, которые происходят, и невыполнение обязательства. Например, в одном государстве может находиться потенциальный подозреваемый, и тем не менее это государство не принимает никаких совершенно мер, чтобы этого подозреваемого либо опросить, либо задержать, либо передать этого подозреваемого государству, которое уже ведет расследование. Потому что есть международное право, есть политика, и, к сожалению, политика иногда предотвращает правосудие. И мы видели это, например, в тех делах, которые касаются пыток, которые были совершены или организованы, например, государствами, такими государствами, как, например, Америка. Все знают про Гвантанамо и про пытки, которые были совершены там. И, как ни странно, Генеральная прокуратура Германии занимается пытками, которые произошли в Сирии, но не занимается пытками, которые не расследует, например, Америка. То же самое касается, например, других государств. Они не расследуют пытки, которые были совершены, например, Россия. Пока они не расследуют то, что произошло в Беларуси. Не знаю, насколько это связано, так скажем, В данном контексте только с политикой, потому что, конечно, еще очень важна доказательная база, то есть доступ к свидетелям и тому подобное. Но это, тем не менее, тренд, который мы видим в подобного рода судебных разбирательствах. То есть в теории государства должны, и они иногда пользуются этим принципом универсальной юрисдикции, но, к сожалению, не в таком масштабе, как необходимо для того, чтобы действительно эффективно преследовать и предотвращать использование пыток. Ох, как мне слегка печально это прозвучало, потому что универсальная юрисдикция — единственная возможность для белорусов, а она сама иногда не очень хорошо работает, к сожалению. Универсальная юрисдикция, если простыми словами, это та ситуация, когда другое государство прединает подозреваемыми в совершении преступления, в пытках каких-то лиц, например, белорусских ОМОНовцев, поименно, и может их задержать, если они выйдут из Беларуси за покупками в Польше, например. И тогда Польша их может задержать, потому что они будут в какой-то базе, и, соответственно, судить. Правильно я понимаю этот процесс? Это интересный сценарий. Упрощённо — да. Но, конечно, для того, чтобы задержать, нужны серьёзные основания, нужна какого-то рода обвинительная база, нужно большое количество доказательств. И, естественно, тоже для того, чтобы провести какое-то судебное разбирательство. То есть первый этап в этом сценарии, который важен, это то, чтобы государства вообще открыли расследование и начали собирать доказательную базу. Потому что если сейчас кто-то пересечёт границу, а у них нет ни расследований, ни доказательств, ничего не случится. Потому что в государстве, где правовой режим работает, им просто не удастся, и просто никто ничего не будет делать. Поэтому важно быть готовым, и поэтому важно расследовать те как раз-таки преступления, которые особенно совершаются в соседних государствах. И, конечно, можно задать вопрос, это же невозможно расследовать всё, что происходит. Сейчас мы видим войну в Украине и то, что происходило в Белоруссии, другие государства совершают свои преступления. Но на самом деле государства могут кооперировать, и есть специальные механизмы для того, чтобы они обменивались доказательствами. То есть теоретически, например, даже если ОМОНовец, например, приедет в Польшу, а Польша совершенно ничего не знает, никакого нет расследований, нет доказательств, теоретически они могли бы обратиться к другим государствам и посмотреть, есть ли у них какая-то, может быть, доказательная база или открытое расследование. И кооперировать уже таким образом для того, чтобы, может быть, выдвинуть какого-то рода обвинения. Правильно ли я понимаю, что если какая-то страна, вот, например, Германия, которая инициировала расследование по поводу Сирии, и вот, допустим, Германия инициировала расследование по поводу Белоруссии, а ОМОНовец приезжает в Польшу, то в Польше его могут задержать, либо только в Германии. Это тоже нужно немножко разделить на теорию и практику. В теории, да, в теории Германия может потребовать экстрадиции этого человека из Польши для расследования и судебного разбирательства на территории Германии. Германия то же самое может сделать и с любым другим государством. То есть, вне зависимости от того, Европа это не Европа, Германия может это сделать. И есть международные обязательства передачи такого рода подозреваемых, в принципе, государству, которое проведет независимое и справедливое расследование. Но практика, опять-таки, отличается немного от теории, к сожалению. И были такие случаи, например, где Германия выдала ордер на арест одного из высокопоставленных руководителей сирийских спецслужб. Он приехал в Ливан, если я не ошибаюсь. И Германия сделала запрос на то, чтобы его выдали для того, чтобы произошло судебное разбирательство. Но Ливан, к сожалению, этого не сделал. И такие вещи происходят тут и там, к сожалению. Например, против Аль-Башира, суданского президента и диктатора, и против которого выдвинутся серьезные обвинения Международным уголовным судом, против него ордеры на арест существуют уже, мне кажется, около 10 лет. И тем не менее, он путешествует по миру, можно сказать, и пока его не арестовали, несмотря на ордер на арест одного из самых значительных органов Международного правосудия. Окей. Аль-Башир путешествует по миру. По поводу того, кто приехал в Ливан. Его зовут Джамиль Хасан. Но Ливан его не экстрадировал. Наверное, это... Тут включаются политические игры и предпочтения. Наверное, Ливан симпатизирует правительству Сирии, и, возможно, поэтому он его не выдал. То есть по таким причинам некоторые государства по универсальной юрисдикции не выдают людей. Да, с одной стороны, и политические какие-то соображения играют роль, и с другой стороны, это мог быть и своего рода акт протеста против всего механизма международного правосудия. То есть мы все еще видим государства, которые не только не хотят ретифицировать, например, Римский статут, но и ведут активную кампанию против самого существования Международного главного суда, например, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Китай. То есть это постоянные какие-то дебаты по поводу вообще легитимности такого рода международного инструмента. И поэтому, когда государства отказываются следовать, например, своего рода запросам, которые могут привнести вклад в международное правосудие, они могут не последовать этому запросу. И давай поговорим про Сирию и про успешные примеры применения универсальной юрисдикции к тем, кто делал пытки в Сирии. И на самом деле, мне кажется, вот это тот момент, когда Сирия как никогда ближе к Белоруссии, хотя в Сирии, мне кажется, всегда в сознании белорусов было очень далеко. Мало кто знал, что там происходит, и только все слышали про мигрантский кризис, когда сирийские беженцы атаковали Европу, их было несколько миллионов, они бежали в Европу. Про это белорусы, мне кажется, многие, почти все слышали. А с чем это связано, не особо слышали. Связано это с гражданской войной, которая началась в 2011 году, и которая, насколько я понимаю, продолжается. Но войны – это отдельная тема. Нас интересует именно контекст универсальной юрисдикции и пыток, потому что во время этих войн там было очень много противоборствующих группировок. Одна из них правительственная. И как раз от имени под эгидой или как это... В общем, самим правительством совершались пытки по отношению к гражданам и насилия, в том числе сексуальные. И вот это тот момент, где белорусы могут понять сирийцев. Потому что в Сирии правительство, которое совершало пытки, оно не стало расследовать свои же пытки, потому что там государство тоже не очень демократическое. Сирия и Беларусь очень похожи. И вот прошло 7 лет. В 2018 году задержали двух сирийцев, которые занимались этими пытками, и осудили. Вот такая предыстория. Анвар и Айад. Можешь рассказать, что этому предшествовало? И как все это было? Что нужно было для того, чтобы их задержать? И какую роль ты в этом сыграла? Ты непосредственно этим занималась? Или ты наблюдала? И видела ли ты вживую Анвара и Аяда? Да, приходилось их увидеть в зале суда, действительно. Да, это интересно. Но чтобы начать как-то с предыстории, и, может быть, даже немножко показать, как долго свои такого рода судебные разбирательства занимают времени. Действительно, когда в 2011 году начался конфликт, и он сопровождался, точнее, сначала не конфликт начался, а сначала начались протесты. И они сопровождались систематическими пытками, которые в основном проводились сирийскими спецслужбами. А там целый аппарат с различными ветвями. То есть сразу и не поймешь, кто там пытает и из какого отделения. И когда это все началось, мы начали видеть действительно, например, правозащитников или просто пострадавших, которые начали переезжать в Германию, и в другие европейские государства, в тот момент как раз-таки Германия была тем государством, которое сказало, что мы будем принимать людей. И сразу было понятно, что на территории Германии будет много людей, которые могли бы дать показания. И одновременно пытки были такой тяжести, что тоже было понятно, что это преступление, которое нужно расследовать. И немецкая прокуратура, на самом деле, потом открыла расследование, и они так потихонечку начали собирать доказательства. И тут приходят на помощь таким органам прокуратуры, как обычная гражданская организация гражданского сообщества. И помогают тем, что представляют, например, свидетелей пострадавших в качестве источников потенциальных доказательств. И это вот как раз-таки та работа, которой в том числе занималась я. Я занималась опросом свидетелей и подготовкой каких-то документов, которые могли бы помочь органам прокуратуры в расследованиях. И мы вместе с сирийскими организациями собирали такого рода доказательства в какую-то доказательную базу, и затем писали юридический анализ, и отсылали все это в прокуратуру с требованием расследовать. И в данный момент это были люди, которых мы интервьюировали, это были люди, которые находились в Германии. То есть мы требовали того, чтобы прокуратура этих людей, или в Германии это делает федеральная полиция, чтобы они этих людей интервьюировали и включили это в свою доказательную базу. И занимались мы этим, на самом деле, несколько лет. Писали такого рода уголовные жалобы и в Германию, на самом деле и в Швецию, и в Австрию, и в другие государства подавали такого рода уголовные жалобы, требуя каких-то более конкретных действий. И когда мы подали первую жалобу, Германия в течение двух недель послушала всех пострадавших. И для нас это тогда был очень чёткий сигнал, что они действительно хотят расследовать. И это не просто, как государства это часто делают, все эти просто речи направо и налево. Это военные преступления, это преступления против человечества. А когда речь доходит действительно до расследований, ничего не происходит. То есть, например, по Сирии, наверное, за 10 лет тысячи такого рода речей было. Сколько мы увидели открытых расследований? Буквально несколько. То же самое, например, про Беларусь. Сколько мы слышали речей, что будут открыты расследования, или что как это важно, что это просто совершенно серьёзные преступления. Но в тот момент нам было понятно, что Германия выслушала свидетелей, и они продолжали собирать доказательства. И это нас, на самом деле, мотивировало делиться с ними дополнительной информацией. Но во многих государствах судебное разбирательство может начаться только когда подозреваемый находится в стране. То есть, например, ордер на арест может быть выдан, где бы подозреваемый не находился. Например, в какой-то момент Германия выдала ордер на арест на Джамиля Хасана, несмотря на то, что он находился в тот момент в Сирии. Но он путешествовал. И была какая-то возможность, что он попадёт в государство, которое его выдаст, или приедет, например, в ту же самую Германию. И в случае с вот этими двумя подозреваемыми, которые в конце концов оказались на скамье подсудимых, они приехали в Германию как беженцы. И в какой-то момент они даже дали показания как свидетели. И в какой-то момент было понятно, что они могут квалифицироваться как подозреваемые. И они были опознаны, если я не ошибаюсь, сирийским сообществом, которое находилось в Германии. То есть, они были на улице рядом с другими сирийцами в то время, как в том же городе, например, находились люди, которые пострадали от действий, которые они совершили. И оба подозреваемых, Аннуар и Эйад, были арестованы в один день. И так началось все это судебное разбирательство. И оно длилось тоже... Два года. Да, два года. И это на самом деле очень короткий срок для судебного разбирательства. Потому что, если мы посмотрим на Международный уголовный суд, где судебное разбирательство могут длиться аж, может ли, не 10 лет. Или ту же самую Германию. Были, например, суды, которые тоже длились более пяти лет. И не обязательно увенчались каким-то успехом. Но тем не менее... То есть, за два года суд послушал очень разных свидетелей. И, может быть, немножко рассказать вообще, кто эти два подозреваемых. Один из них, Ануар, он был главой одной из тюрем, так скажем, или места заключения. Но на самом деле это для нас так перевести, можно сказать, своего рода РУВД. Одно из РУВД в Дамаске. Но оно принадлежало спецслужбам. И он руководил этим местом заключения, этой тюрьмой. А Ияд был своего рода посредником. Он задерживал людей на протестах и привозил их в это место заключения. В итоге, во время всего судебного разбирательства, которое проходило в городе Коблинце в Германии, много пострадавших дали показания. Некоторые пострадавшие отказались давать показания в последний момент из соображений безопасности. Также показания были даны всевозможными экспертами, включая, например, правозащитные организации, которые собирали информацию, которые работали с пострадавшими. Также показания были даны бывшими сотрудниками подобного рода государственных учреждений, которые могли рассказать, например, о том, что действительно Ануар или Ияд там работали, и что у них был эффективный контроль над тем, что происходило в тюрьме, и что они были и свидетелями. В основном речь идет, конечно, о Ануаре, потому что Ияд играл намного меньшую роль в этом всем. Получила меньше срок, забегая наперед. Да, да. А Ануар действительно длительное время не только следил за тем, что происходило там, но и, как доказал суд, он был соучастником огромного количества пыток, систематических пыток, которые производились или которые были совершены в этой тюрьме, которая в народе, так скажем, называется Альхатип, Альхатип тюрьма. Вот, и Ануар получил пожизненное за эти преступления. Да, а Аяда четыре с половиной года как пособник. Ты была на этих судебных заседаниях и видела Ануар и Аяда вживую. Да. И как они выглядят? Они выглядят как обычные люди, как, как не страшно это звучит, как ты и я. Да, но когда, конечно, ты начинаешь слушать показания пострадавших, и ты видишь, что некоторые пострадавшие приходят, например, как-то прячут лицо, потому что они действительно боятся быть опознаны подозреваемыми, потому что никто, ну, мы можем видеть как-то со спины, сидя в зрительном, так скажем, в задней части зала, но действительно большие соображения по безопасности, но резонанс был на самом деле большой, то есть каждый день сколько судебно разбирательства шло, люди приходили, приходили, и пострадавшие, которые, например, решили не участвовать в процессе по каким-то личным соображениям, и сирийские журналисты мониторили всю судебно разбирательство каждый день, и на самом деле в какой-то момент может, это, конечно, тоже так странно звучит, но в какой-то момент мне кажется судья и прокуратура, расследователи, адвокаты, подсудимые и постоянные какие-то зрители это были люди, которые видели друг друга каждый день, то есть вот там начинается свидание, там 8 утра, и все встречаются, там все идут с кофе, и в какой-то день это приняло какого-то, какой-то обыденность, что ли, и все там говорят друг другу привет, но все, тем не менее, понимают, что речь идет о самых страшных преступлениях, которые, точнее, в виде преступлений, которые люди могут совершить, но это, опять-таки, для нас, я не являюсь пострадавшей, поэтому у меня совершенно другой взгляд на все, и от тех пострадавших, с которыми я работала, и которые там были, у них, конечно, совершенно другое отношение к этому, и для них это совершенно вообще другой процесс переработки, эмоциональной переработки как-то того, что они видят, что действительно совершается правосудие, и особенно для тех, кто лично видел этих подозреваемых, кто пострадал, так скажем, от них лично, это, конечно, совершенно другое отношение, и мне об этом трудно, трудно судить. Я не знаю статистики или не нашла статистики по количеству как-то запытанных людей в Сирии с момента начала гражданской войны, но даже если говорить о статистике ООН по количеству убитых, то там на 2016 год это было 366 тысяч людей, на 2021 год это 600. Полагаю, что людей, которые подверглись пыткам, там было очень много. И за это время в 2011 началась гражданская война, и Анвар и Айад делали эти преступления где-то в 2011 примерно, насколько я поняла. А в 2018 выдали ордер на их арест, в 2019 им предъявили обвинение, в апреле 2020 начался в суд, и в январе и феврале 2022 года их осудили. Суд длился почти два года и осудили двух человек. И это было так долго, и осудили двух человек. Но это же капля в море того, что произошло в Сирии. А еще вспомни то, что этому предшествовало, как вы помогали правительству расследовать, опрашивали людей, потому что, чтобы довести дело до все-таки уголовного суда, надо очень большую базу доказательств собрать. возвращаясь к этому моменту, это же как капля в море. Не было ли такого ощущения, что столько-столько всего было сделано, чтобы навести дело до суда, но это всего лишь два человека. Остальные люди, потерпевшие и преступники где-то живут. И да, и нет. То есть нам, конечно, важно сохранять оптимистичный подход, но он и не обоснованный на самом деле. Потому что, да, это капля в море, учитывая сколько разных типов преступлений было совершено и, как это сказала, сколько людей действительно были подвержены не только преступлениям, нарушениям права человека и тому подобное. Но важность на самом деле этого судебного разбирательства в том, что было признано, что эти пытки, то есть речь идет о таком большом количестве пыток и других преступлений, в том числе сексуального насилия, например, что это было признано как преступление против человечности. То есть мы говорим не от каком-то, например, 30 пострадавших и 30 случаев пыток, а суд признал, что это действительно преступление против человечности. То есть против каждого из нас. В принципе, да, то есть это преступление, которое действительно должно нас всех как-то задеть в наших моральных ценностях и поэтому, да, поэтому оно такое серьезное. И это касается только, только, так скажем, в кавычках, тех пострадавших, которые были в той тюрьме, но на самом деле оно касается очень многих пострадавших пыток в других тюрьмах, потому что суд фактически признал, что сирийское правительство вело политику, это была государственная политика, где пытка была инструментом препрессии против гражданского общества. И, может быть, сирийскому правительству большого дела до этого нет, но людям, но пострадавшим есть. И для мира, мне кажется, для вообще истории это имеет очень большую важность, потому что немецкий суд, не хочется, конечно, на них такую возлагать большую ответственность, но, тем не менее, независимый справедливый суд сказал, что да, это государственная политика, у нас достаточно доказательств, чтобы сказать, что систематические пытки произошли. И второй момент — это тот факт, что сейчас происходят новые судебные разбирательства, которые тоже связаны с этой государственной политикой, где пытки были большим инструментом, не только пытки, другие преступления, которые могут теперь проводиться немного быстрее, потому что они могут опираться уже на это судебное решение, которое это признало. И сейчас, например, вот только недавно началось разбирательство по поводу врача, который тоже подозревается в совершении преступлений в ходе своей работы. То есть и одновременно третий пункт — это на самом деле, что это такого рода поощрение другим государствам сказать, что тоже давайте расследуйте, мы смогли, и вы тоже сможете. И чем больше времени проходит, тем больше подозреваемых будут оказываться на территории других государств. И поэтому это очень важно, особенно после 10 лет, так скажем, в которые ничего не произошло в плане правосудия, мне кажется, для и пострадавших, и для гражданского сообщества это очень важное сообщение, важный знак, важный шаг. У меня эта история с Сирией очень натхнила, воодушевила. Как ты думаешь, произойдет ли это с Беларусью и что-то ли делается? Потому что, например, правозащитный центр «Весна» документирует истории пострадавших, и это все заделом вот как раз на расследовании. Я точно верю, что да, и это может быть вопрос времени, как на самом деле во многих очень ситуациях такое бывает. И несмотря на то, что вот хочется, чтобы вот уже все произошло, и начались какие-то судебные разбирательства, мы видели во многих случаях, что правосудие требует времени. И, конечно, тут другой еще фактор, что даже если будут расследования и будут ордеры на арест, тем не менее, нужны подозреваемые, которые приедут или которых передадут для судебных разбирательств. Хотя некоторые государства проводят судебное разбирательство без присутствия подозреваемых. Но мне кажется, что в случае, в контексте Беларуси важно сказать, что как раз-таки гражданское сообщество делает ту колоссальную работу, которая нужна для расследования и преследования пыток, и как международного преступления, и как преступления против человечности, учитывая, в каком масштабе это все происходило в Беларуси. Органы прокуратуры, нужно продолжать требовать от них, чтобы они слушали свидетелей, собирали доказательную базу и кооперировали друг с другом для того, чтобы быть готовыми к тому случаю, как, например, Германия была готова, что на их территории, например, появится подозреваемый, против которого можно будет начать судебное разбирательство. И это на самом деле важно именно в контексте предотвращения пыток. И несмотря на то, что мы сказали, что это плохо, что правосудие политизировано, но оно может быть политизировано и в другую сторону, в нашу сторону, в позитивную, тем образом, что если пытки в Беларуси даже одним судебным разбирательством будут наказаны, это очень важный политический сигнал, что действительно это не будет толерироваться и не будет приниматься как данное со стороны других государств, то есть что они действительно готовы принимать конкретные шаги для того, чтобы наказывать тех людей, которые совершают подобные преступления. И мы говорили про бывших, так скажем, президентов или настоящих президентов, которые путешествуют тоже по миру и ничего не происходит. В один день все равно все сотрудники будут бывшими и могут куда-то поехать. И учитывая даже Лукашенко, он тоже не будет президентом вечно. И поэтому в какой-то момент, и он тоже покинет Беларусь, или может быть... Беларусь сама его выдаст? Действительно, Беларусь его покинет. И тогда ему дорога не в Гаагу, потому что... Хотя, наверное, тогда уже и в Гаагу или в любое другое государство, которое уже никакого иммунитета ему не даст. Так что это хороший сценарий на ближайшие годы. Вот такой разговор у нас получился с Ярославной Сеченковой. Достаточно честный и реальный. Я убеждена, что нам, беларусам, важно понимать реалии и разбираться в том, что нам доступно. Какие сложности с этим могут быть. Правосудие это очень важно и в фактическом смысле осудить конкретных виновных, и в символическом, чтобы пытки больше не продолжались. И какой же вклад здесь могут внести сами беларусы? Это рассказывать о своем опыте. Если вы столкнулись с бесчеловечным и жестоким обращением со стороны силовиков и сотрудников ИВС, СИЗО и других местной свободы, обращайтесь в Прозвищенный Центр Весна, чтобы задокументировать свою историю. Весна работает в рамках международной платформы для Беларуси по привлечению к ответственности виновных. ИАПБ. Эту платформу поддерживает куча государств. То есть она независима от кого-то конкретного. И собранные задокументированные истории будут использоваться в ходе любых будущих независимых уголовных расследований и судебных разбирательств в соответствии со стандартами международного права. И на этом я с вами обращаюсь. Хочется пожелать всем веры и лучшее будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова